коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем некоторые вспомогательные метрики которые я использую при принятии тех или иных торговых решений при открытии сделок на криптовалюте также сегодня посмотрим некоторый срез на по рынку обязательно выскажу некоторые мысли касаемо спотовых позиций также затронем текущее положение биткоина да и куда нас может унести начать значит 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 перед началом хотел бы напомнить и сказать что в начале ноября стартует следующая группа по кодовому слову тем у нас сегодня метрики поэтому кодовое слово метрика можно получить дополнительную скидку на курс в общем залетайте времени осталось немного группы небольшие поэтому успевайте занять места значит да там исходя из того как ребята идут домашки к домашке то там первая домашка это уровне до уровня основа уровня и структуры я бы так сказал и на выходе да мы оформляем я прошу ребят оформлять такие вот картинки я вам тоже как-то уже подсвечивал этот момент можете тренироваться аналогичным образом то есть делать склейки это картинка из дневки уровень которой мы будем работать те моменты да на которые обращаем внимание подсвечиваем да там хвостики ложных пробоев если есть и момент принятия торговых решений результат про сделки то есть таким вот образом действовать и это тоже домашка на проверку так что весьма весьма полезное упражнение значит по методом первый момент это доминация биткоина кто торгует до наверняка обращает внимание значит левый столбец это у нас доминация средний столбец биткоин и что происходит с альткоинами у нас текущий октябрь тоже подсвечу историю текущий октябрь но все-таки зелененький вполне себе неплохо на данный момент там порядка 14 процентов сделал биткоин ноябрь декабрь будем но я буду также ожидать зелененькие и единственный момент негативный который здесь может быть это то что мы подходим к all time high и прошлый наш подход вызвал точнее вот здесь это было да вызвал такое ответственное падение одним днем но потом откупили но все равно имейте это ввиду что нас могут опрокинуть значит доминация есть такой интересный инструмент который показывает отражает перетекание денег в биткоин да то есть сколько доли рынка занимает именно биткоин и как вы можете обратить внимание да видеть что если доминация у нас растет то альта у нас не растет да и вот последнее движение по биткоину пара там тройку дней был существенный рост и альты не особо-то росли за битком более того в какой-то момент даже двигались против то есть биточек дает рост многие монетки красненькие да то есть такой вот момент обратная ситуация это когда доминация падает и вот здесь альта может пострелять значит падающая доминация с растущим битком самое прибыльное наверное что может только быть для альткоинов потому что если доминация снижается на растущем битке значит из битка забирают деньги часть этих денег несомненно переезжает в альткоины и мы получаем движение сильно больше чем по битку да там биток может 2-3 процента сделать альты могут и по 15 пострелять то есть именно не единичные какие-то такие вот широкие списки да можно наверно так сказать в общем многие монетки бегут сильно быстрее если биток стоит у нас в каком-то ранже и доминация снижается то альтам тоже дают подышать и обратная ситуация да для она хороша для торговли когда у нас падает биток растет доминация не часто бывает но если бывает то у нас альта валятся сильно быстрее да по текущему положению возьмем давайте на споте даже глянем где у нас сейчас биткоин то есть у нас был исторический хай потом когда мы обновили этот исторический хай был всплеск по движению и сейчас мы на подходе к уже свежему обновленному хая на битке и возьмем какого-нибудь стричка например дот который да там где биток был на хаях потом второй ход битка на обновление этих хаев и текущее положение дел то есть одна из монеты которая вообще никуда не пошла в текущем движении то есть когда биток поставил хай и снижался до таком широченном диапазоне в это же самое время у нас доминация сейчас на нее тоже обратим внимание в это же самое время нас доминация растет и это никоим образом не способствует росту таких стареньких монеток у которых капитализация уже там существенная да и тяжелой монетки их тяжело разгонять поэтому пока ключиным ключевым вижу да там уровень 5 5 100 и если здесь будет выход то тогда это будет интересно дот одна из монеток на споте которая вот не растет а хотелось бы да значит это такая вот метрика хитрая доминация значит тоже немножко исторический такой экскурс когда у нас там биток был в хаях в истории до доминация была тоже высоких значений там порядка даже больше 70 процентов то есть по сути дела 70 процентов рынка занимал bitcoin с точки зрения денежных вливаний текущее движение 10 очень интересное место тоже такой на истории порядка 60 процентов и вот от него можно поожидать что будет более или менее какая-то реакция до тех пор пока этого нет наверное не стоит ожидать какого-то бурного роста по альтам биток двигается тянет одеяло на себя и по сути дела мы здесь как-то но не то чтобы безоткат на коррекционное движение конечно же есть но движение очень сильное направленное и вот место срыва откуда мы уходили если этот подход закончится ретестом и мы здесь получим хотя бы какую-то реакцию это вот эта реакция может поспособствовать росту альткоина то есть это неплохая метрика для того чтобы ее применять значит следующая метрика 3 до показателя это капитализация рыночная тотал один или просто total это общее количество денежной массы во всем крипто рынке включая bitcoin bitcoin total 2 это денежная масса без биткоина и total 3 это денежная масса без биткоина и эфир то есть total 3 это по сути дела альткоины total 2 это вместе с эфиром но эфир это тоже альткоин и он является одним из таких локомотивов движения рынка но с точки зрения именно альты тоже можно работать те же самые картинки что мы торгуем да кстати касаемо доминации можно посмотреть есть еще такой вот тикер где сидом . пи это фьючерс на доминацию и он точно также торгуется поэтому доминацию можно точно также торговать посматривать значит как применять капитализацию давайте капитализацию можно применять с точки зрения что если мы здесь видим какие-то лонговые картинки лонговые поджатия там например после коррекции да вот на торговке но я люблю такие картинки можно ожидать движение если здесь на рынке в целом до тикере вот total или тот тотал 2 то будет вырисовываться лонговая картинка то это тоже повод рассмотреть больше лонговые позиции по альтам да то есть вливание денег это всегда плюс значит помимо обычной доминации есть еще тикер для того чтобы его вписать вы прям в 3 динки пишите там и из детей . d плюс прямо сюда плюс пишите и здесь и битя си . где то есть три инструмента в связке это совокупный совокупная доминация стейбл коинов плюс доминация битка то есть если здесь лонговая картинка то это совсем не хорошо для роста альты поэтому здесь тоже нужно будет для того чтобы какие-то лонговые позиции рассматривать пальте здесь должны быть шартовые картинки если будет тогда до альта будет двигаться но пока этого нет я бы не рассматривал вообще но и пока не рассматриваю нас под ничего не добираю здесь у нас опять до остановка и мы стали копить скорее всего будет дальнейшее движение если здесь будет дальнейшее движение то на альтах соответственно мы увидим вход в обратную сторону значит еще можно подсматривать ключи на cme и касаемо вот текущего положения флажочки поставил когда мы обновляли исторический хай поставленный да вот этот экстремум 74 415 и текущий подход мы уже как бы закололи дать то есть у нас уже состоялся ложный пробой 74 485 пойдет ли spot либо пойдет ли фьюч на перехай с учетом вот этого тут вопрос вопрос такой первый раз поэтому может будет так немножко с опаской посматривать и иметь это в виду тоже оценивайте плюс на cme образуются гэпп которые последнее время довольно часто перекрываются и вот у нас есть здесь 53 700 не перекрыты да мы открылись наверх и сразу улетели и возможно будет возврат и вот здесь у нас еще кусочек остался не прикрытый мне достали малость это вот я уж не знаю там насколько 15 долларов будет актуально но и свеженький перед этим последним движением то есть это те места куда цена может стремиться поэтому если вы будете рассматривать какие-то шортовые позиции по битку то эти значения можно принимать как целевые да и на подходе по закрываться искать делать еще есть кусочек на подходе к ним закрываться частично и подтягивать стопы вот принципе как индекс доллара скажем на рынке криптовалют криптовалют обычных валют да как биржевые индексы при торговле акции у крипты есть свои такие вот вспомогательные инструменты которые в той или иной степени могут помогать принимать торговые решения поэтому всегда их используйте да хотя бы косвенно и отсматривайте особенно вот эту вот историю потому что на растущей доминации если доминация придет вверх как сейчас у нас альты вообще не растут да и поэтому я сейчас вообще не рассматриваю никаких лонговых позиций по альткоин вот всем хорошего дня успехов используйте стоп лоссы всем пока пока